Хорошо, Федосик Гаврилов тогда начинает. Я умолкаю. У нас уже сегодня как бы вторая встреча, да, вот именно на свежем воздухе. Когда пациенты приходят на прием к врачу, практически у них разговор, диалог получается только о болезни, да, вокруг болезни. Там определенное время и во время приема, когда по болезни, пациент как бы полностью не раскрывается, свои чувства, свои переживания, он не может говорить. А вот именно вот встречи в таком формате, да, они дают очень необходимый для пациентам. Ну, мы так считаем. И как раз вот у нас в рамках проекта «Ты не один» встреча с пациентами, вот такой неформальной обстановки. Особенно погода очень хорошая. И во время прогулки те вопросы, которые, начиная от диеты, например, да, как себя вести между курсами химиотерапии, например. Вплоть даже сегодня, сегодня очень хорошо, что с нами родственники пациентов, да, уход тяжелых пациентов, даже вот не медикам, а среди своих родственников, когда болеют близкие люди, бывает очень тяжело. Чисто психологически, физически даже, да. К сожалению, когда беда приходит внезапно, человек не знает, как поступить, как вести себя, вплоть до того, чтобы что готовить, там удобно ли будет лежать, там профилактика пролежнее всего этого. Это на самом деле очень важно. Поэтому вот такие встречи, они дают много, чисто в практическом плане. И пациенты раскрываются. И у пациента появляется уверенность, что рядом есть врачи, онкологи, да, которые в любой момент они могут прийти на помощь. Вот психология пациента, особенно онкологического, да, после как устанавливается диагноз, после такого шокового состояния, они, значит, становятся беспомощными, как будто остаются сами по себе с болезнью. И вот именно такие форматы общения, ну, на наш взгляд, на взгляд специалистов, очень помогут нашим пациентам. Поэтому впредь тоже мы будем это продолжать, в любой форме мы можем встречаться. И, ну, скоро уже холода будут, поэтому в каких-то местах закрытых. И в основном формат общения, он будет в свободном таком стиле. Поэтому у кого какие есть вопросы, начиная от, скажем, диеты, там, лечения, пожалуйста, вы можете задавать. Вот. Огромное спасибо нашим коллегам. Сегодня вот все активно, особенно молодежь, они откликнулись и пришли на беседу с нашими пациентами. Да, мы пока за вами шли, уже несколько вопросов, которые хотела задать вам, уже ваш коллега ответил. Отлично, отлично. И хирурги, и химиотерапевты. Вот, несмотря на свою занятость, даже наша коллега после дежурства пришла. Да, это очень отрадно, очень хорошо. Это говорит о том, что врачи-онкологи, они неравнодушны своим пациентам. Они хотят помочь в любом виде своим пациентам. Так же, да? Совершенно верно. Угу. Поэтому это очень важно. Вопросы, может быть, есть. Ну, у нас тематика сегодня... Любой форме. Хохолы, ночалы, как вам удобно. Тематика сегодняшнего общения у нас в том, что решили же тематически сделать, да, потому что вот прошлое общение, оно было просто великолепно, да. Мы для себя открыли тех людей, которые, собственно, мы... Мы же в своем мире тоже живем, да. Люди в своем мире живут. И вот вы видели как раз тот мир, который, собственно, ну, очень хороший и, собственно, нужен и для нас тоже. Так что это как бы обоюдное общение, да, обоюдное... Самообогащающее. Да, совершенно верно. Ага. А сегодня тематика у нас как раз очень такого сложного процесса и нового процесса, как COVID и онкология, да. Потому что вы же, так же, как и мы, все мы столкнулись с этим. И, конечно, это достаточно серьезно, страшно. И сейчас уже чувствуется, что, видимо, как бы это печально не звучало, видимо, это на всю жизнь имеется в виду. Вот эта болезнь пришла в каких-то своих новых мутациях, проявлениях. Она, наверное, так же страшна, как и наши процессы. Но наши процессы, они, к сожалению, такие. Они, во всяком случае, от COVID-19 находят какую-то вакцину, да, вакцинная профилактика там и так далее, несмотря на мутацию. А наши процессы, это вот такие процессы, при которых еще пока не нашли тот компонент иммунопрофилактики, да. Ну, есть, конечно, такие заболевания, как рак шейки матки, которые, собственно, можно предотвратить вакцинации против вируса попелома человека высокого онкогенного типа, да. Ну, вот только, наверное, единственная локализация, где есть иммунопрофилактика, вакцина-профилактика рака. Все остальные локализации, их достаточно много в нашем организме, да. Вот сколько органов, столько и, грубо говоря, болячек наших, да. Тут, конечно, подходы очень такие серьезные. И пока что, да, они совершенно свои подходы, да. Ага, ну, вот, а то, что касается ковида, то, конечно, на сегодняшний день, вот, когда мы только столкнулись с этой пандемией, никто из нас не знал, как себя вести до такой степени, что мы не знали даже в организационном плане, как это делать. Да, с этими переездами. Конечно, вот, спасибо за понимание наших пациентов, потому что это тоже очень сложно, родственников пациентов, потому что, понятно, что мы не могли, вот как раньше, чтобы приходили к нам пациенты разговаривать с нашими, допустим, родственниками к пациентам и так далее, да. Но это вот новые условия, которые, собственно, новая болезнь диктует свои новые организационные условия. Ну, хорошо, что вот Минздрав РФ разрабатывает методические рекомендации, которые дают нам, собственно, очень большие учебные моменты, да. Мы все, каждый из нас, вот, присутствующих здесь онкологов, да, и наших коллег с фтизиатрии, да, мы, как только выходят новые методические рекомендации, у нас есть свой портал российский, да, где мы, собственно, эти, ознакомившись с этими методическими рекомендациями, мы сдаем экзамены для того, чтобы получить свидетельство, для того, ну, это необходимо. Это как портфолио каждого врача, среднего медперсонала, да, наших медсестер, это обязательное требование, которое, собственно, контролируется. Вот почему на сегодняшний день этих методических рекомендаций много. С первых методических рекомендаций, начиная с организационных моментов, как надо одеваться, чтобы не заболеть, да, какие средства индивидуальной защиты используются, как нужно лечить, да, людей, которые заболели ковид, но вот все это было, но, к сожалению, не было ни одних рекомендаций как раз по ковид и пациенты с онкологической патологией. Мы достаточно долго этого ждали, но мы шли, собственно, по тому, как было, да, где-то по наитию, где-то как-то вот, но, тем не менее, слава богу, мы ни разу не закрылись, потому что, вы же знаете, что в странах Европы онкологические службы, которые при многопрофильных больницах, они совершенно вот просто обрушились, да, их, ну, не оказывали помощь, потому что все было закрыто. Ну, во-первых, в Российской Федерации ни один онкологический диспансер не закрылся, и это очень здорово, это говорит о той очень сильной системе оказания медицинской помощи в России, да. Далее, вот эти методические рекомендации выходили очень мобильно. Мы практически, вот месяц прошел, и в следующие методические, дальше в следующие, 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 и, наконец-то, мы дождались, потому что мы спрашивали, как же быть с нашими пациентами, которым необходимо, которых нужно тоже оберегать, конечно, и потому что это особая категория, да, и какие вакцины необходимо делать, никто нам об этом ничего не говорил. Ну, вот, где-то начиная с конца года, да, начались клинические испытания совместно с Институтом Гамалея, три НМИЦа самых наших основных, российских, стали проводить клинические испытания. И уже, вот, получается, в этом году достаточно быстро есть рекомендации клинические, как работать с такой патологией, как, ну, вот, ковид при онкологическом процессе, или же ковид и онкология, да. Значит, то, что касается, вот, официальных данных, то на сегодня наши пациенты, кто в третьей клинической группе, да, то есть те, кто в ремиссии в течение года, могут получить любую вакцину, но рекомендуют больше спутник ЛАЙТ, спутник ВИИ, ковид, да, для того, чтобы себя оберечь от, ну, такого сложного заболевания, как ковид, страшного заболевания. А так, собственно... Почему пивак корону обходит? Пивак корону? Ну, значит, пивак корону вакцинируется, просто вот даны официальные рекомендации на сегодняшний момент именно такие, потому что провели, да, провели клинические испытания, потому что клинические испытания проходят по фазам, да, и из крайней фазы уже видно, что, ну, собственно, видимо, вот эти вот, я так понимаю, вакцины, собственно, и проходили клинические испытания, да. Вот, а то, что касается пациентов, которые в процессе лечения, тут, конечно, тоже очень все серьезно, потому что есть, смотря какие препараты, очень серьезные препараты, цитостатические, химия препараты, да, есть препараты иммунотерапии, которые на какой-то период являются противопоказанием для проведения вакцины на профилактике, потому что мы же понимаем, что вакцинация – это тоже воздействие на иммунный процесс, да, и это все, вот то, что касается проведения индивидуальной вакцинации против ковид, это все нужно делать, проконсультировавшись со своим лечащим онкологом. Ну, вот, собственно, я не знаю, коллеги, может быть, дополняют, да? А у вас есть какие-то уже наблюдения, уже же время много, уже много, наверное, пациента. Давайте, вот, ну, в телесе, в гости, в гости, в гости. Ну, по поводу вакцинации, да, онкологических пациентов, именно которые находятся в процессе лечения, да, это лекарственное, любой вид, это гормонотерапия, это химиотерапия, это иммунотерапия. Если пациент находится, особенно это касается пациенток с раком молочной железы, они долго, в течение пяти лет и более, получают гормонотерапию таблетированной форме. Если у пациента, как Лена Николаевна уже сказала, третья клиническая группа, это значит выздоровевшие люди, простыми словами, то есть они закончили давным-давно лечение и наблюдаются просто у онколога. А обострения болезни нету во время ремиссии. В третью клиническую группу, вот, ваше лечение закончилось, и в течение года у вас нет ни с момента, вот, окончания лечения, нет ни прогрессирования, ни, ну, как бы, рецидива, да, коллеги? Вот комиссионно уже, собственно, вам уже, потому что один врач-онколог, конечно же, вам не скажут, там, стадию или еще что-то такое, вот тогда уже переводят в третью клиническую группу. У нас вообще в онкологии, как бы, есть понятие стадии, есть понятие клинические группы. Вот третья клиническая группа, это момент ремиссии. Да. И эти женщины, они спокойно могут получить, в зависимости от возраста, от сопутствующей патологии, любой вид вакцины. А те, которые находятся в процессе химиотерапии, иммунотерапии, тяжелые пациенты, это решается индивидуально. Но если пациент переносит лечение хорошо, например, среди этих пациентов тоже есть понятие, например, пациент получает просто профилактическое лечение, то есть адювантное. Такие пациенты, они могут между циклами получить, например, через две недели после химиотерапии, потом две недели дается перерыв, то есть можно сделать четыре недели между циклами. И они спокойно получают, ну, на сегодняшний день, спутник лайт, и они получают... Даже лучше, потому что один компонент. Да, да. Спутник ВИИ, конечно, очень хорошая вакцина, но один компонент, потом через определенное время нужно получить и вторую компонент. А те пациенты, которые как бы с лечебной точки зрения получают химиотерапию, лечебные циклы, то есть тяжелые пациенты, у этих пациентов строго решается индивидуально с лечащим врачом. Поэтому, если есть у нас среди наших пациентов, ну, инкурабельным пациентам, тяжелым желательно не надо. Есть пациенты, которые, они очень хотят получить вакцину. Люди же сознательные, никто не хочет повторно онкологическую патологию. Плюс еще ковид будет, это же страшно. Поэтому они, их этот вопрос очень волнует. Поэтому сегодняшняя тема, она как бы не... Выбор сегодняшней темы не случайен. Именно вот для онкологических пациентов, вот у нас два года же в стране, и за это время мы как бы получили кое-какой-то опыт. Научно-исследовательский институт, они проводят огромнейшую работу для того, чтобы нам написать рекомендации, клинические рекомендации. Вот, и сегодня у нас еще доктор по ковиду, да? А, федиатр. А так, никто из вас не вакцинируется? Вакцины получили? Я у меня был, я болела. Может докторать, доктор? Ну, надо смотреть, потому что, если переболевшие, то надо смотреть по айстиламу. По вакцине добавишь, Саня? Если есть вопросы, то... Переболевшие через три года, да, рекомендации... Какой же вопрос задать? Спасибо большое, Лена Николаевна. Хорошо. Спасибо большое, Лена Николаевна. Встреча у нас в Национальном художественном музее. Ну, мы анонсируем тоже, ага. Да-да-да, конечно, ага. Прогулки у нас... Какие-то социальные и юридические вопросы могут возникнуть, да? Вот Мария как раз может... Можете обратиться ко мне, да? По юридическим ко мне, ага. По лечению, по оплате лечения и так далее. Потому что по инвалидности, по правилам, тоже спрашивают очень много. Лучше в режиме вопроса-ответа сделать. Вопросы-ответ, да. Так, по следующей встрече у нас, наверное, будут проходить музеи, да? Да, скорее всего, Национальный художественный музей. Они отремонтировались на Кирове, в Галерея Западноевропейского искусства по улице Петровского, напротив Отерного театра. Да, мы были, мы проводили, да. Мы там как раз и проводили первые. Но мы уточним из-за тишины. Ну, если даже там не будет, то Кирова... В самом Национальном музее по Кирову. По Кирову тоже у нас проходили, да. Ну, конечно, хотелось бы побольше пациентов, да? Чтобы эффективно было пациентам. Ну, это тоже такой вопрос. Некоторые пациенты особо не, ну, как бы, не показывают. Особенно, ну, как бы, что они переболели. Скрывают, все сняли. Сняли с экологической патологией. Но все равно один человек с болезнью, любой болезнью. Даже вот голова у человека болит, да. Уже начинает, уже, ну, какую-то помощь все равно. Всегда поддержка нужна. Поэтому самое главное вы должны понимать и знать должны, что вы не одни. С вами все равно врач любой ситуации. Ну, сегодня у врача, например, не будет времени, там работы же тоже много. Но на следующий раз все равно поможет пациент. Поэтому у вас вот чувство уверенности не должно никогда покидать. То есть всегда врачи. Мы вообще в онкологии случайных людей нет. Те, которые случайные люди, они приходят и через некоторое время они уходят. И врачи остаются именно те врачи, которые действительно хотят помочь онкологическим пациентам. Поэтому вот особенно врачи-химиотерапевты. У нас вот три специальности есть. Врач-хирург – это самый основной специалист в онкологии, который оперирует, удаляет опухоль. Врач-химиотерапевт – это который занимается лекарственной терапией именно. Ну, сейчас, в последние годы, очень бурно развивается именно лекарственная терапия злокачественных опухолей. И врач-радиолог, который лечит лучевой терапией. И все они, значит, делают свою работу. И все они, ну, онкологом становятся не сразу, после окончания клинической ординатуры два года, а потом еще специализации у кого-то. И самое главное, наши все онкологи, они все с клинической ординатурой. В основном, как Лена Николаевна сказала, в центральных городах, в больших научных центрах проходили клиническую ординатуру. А это очень важно. И самое главное, они все очень хотят помочь нашим пациентам. Как я уже сказала, они не случайные врачи, которые сегодня показала. Они пришли на беседу с нашими пациентами. Ну, на этом... А с японцами сейчас приехали, какие интересные вопросы? На чем? Японцы. Не поняла. С Японии же приехали, да? А, японцы? Да. А японцы, вот, на прошлой неделе приехала очень большая делегация японцев. Вообще, у нас есть общественный куратор, первая леди, Людмила Валерьевна Николаева, жена Есена Сергеевича. Она очень продвинутый человек и наш куратор по онкологии у нас, да? И она именно хочет, чтобы мы, онкологи, значит, тесно сотрудничали с международными онкологическими клиниками. И с японцами у нас связь давно уже. Наши специалисты ездили там, наши хирурги там учились. То есть, высокотехнологичным, ну, как бы, методом именно оперативного лечения злокачественных опухолей, да? И сейчас, вот, цель приезда этих онкологов японских, вот, на этот раз, это внедрение в республику жидкостной биопсии. То есть, эта методика очень новейшая, из крови можно узнать, раковая патология у человека есть или нет. Но, значит, эта методика, она очень дорогая. Мало того, что оборудование купили, и потом реактивы, они очень дорогие. Поэтому сразу внедрить это для нас будет сложновато. Но этому методу можно научиться, и потом уже внедрить у нас, у себя в республике. Смысл заключается в том, что, значит, из вены берется кровь, и смотрит методом жидкостной биопсии наличие вот этих мутантных изменённых клеток. И определяет у человека, там, опухоль желудочно-кишечного тракта, как они рассказывают, до одного миллиметра опухоли, то есть до клинических проявлений даже. Да, если находят этот анализ, он положительный, то пациента, значит, детально, очень тщательно обследуют. Если по данным обследования находят опухоль, конечно, начинают там лечить. А бывает, что не находят. Таких пациентов они мониторируют, тщательно наблюдают. И в Японии такой метод, ну, я задала вопрос, как вы широко у себя применяете этот метод. Они ответили, что из-за дороговизны, значит, в частных клиниках они используют. И именно они вот нам рассказали вот этот метод, да, диагностики. Почему? Потому что самое главное в онкологии – это ранняя диагностика. Это ранняя диагностика. В таком случае мы можем полностью обеспечить пациенту выздоровление. А это же здорово. А люди же не знают, что у них онкология есть или нет. Да тем более, особенно те пациенты, люди, которые живут в северных районах, отдаленных районах. Ну, тут поколит, там поколит. Они терпят, ходят, ходят, ходят до немогаты. Тут пожар, там проблема. Много же у человека в этих. Поэтому, конечно, ранняя диагностика – это очень важно. И мы еще по ранней диагностике какие-то эти тоже надо запланировать, наверное. Ну, активно вот онкопоиски идет, работает. На ярмарках очень много. Это очень важно, ранняя диагностика. Можно один вопрос, Елена Сегавриевна? Вот такое может быть, что в крови у человека нет раковых клеток, да? А локально может быть у человека злокачественное образование. Может такое быть? У нас же диспансер и Миндрав совместно с прошлого года проводят акцию, скрининговую программу по шести нозологиям. Это тоже очень важно. Вот у нас год прошел, и есть очень хорошие результаты. Вообще, скрининговые вот эти программы нормально, как вот мы организовали, никогда в республике не было. Поэтому… Ой, белка ходит, чеба. Поэтому эти такие программы тоже вы можете посоветовать своим родственникам, знакомым. На телефоне отвечаете на анкету, и потом по анкете вам приходится смс на прием, сдача вот этого онкомаркеров, анализов. Ну, давайте вопросы у кого, какие вопросы есть. И потихоньку будем… Потихоньку, мы сейчас уже планировано. Поэтому потихоньку давайте мы будем идти в сторону выхода парка. И в конце мероприятия я хочу вручить нашим пациентам и родственникам, да, как раз четыре у нас пациента, вручить книги Капиталины Капитоновны. Поэтому никуда не разбегаться, пожалуйста. И пока будем… Вопрос. Вот мы о ковиде-то много говорим, но забываем, что скоро уже на носу у нас, наверное, эпидемия возможная. Каждый год случается гриппа. Вот как вы относитесь к тому, чтобы ваши пациенты вакцинировались еще и от гриппа? Это же тоже, в общем-то, обязательная, посудить его прививку. Ну, во многом обязательная. Я вот про это хотела. Да, вы должны спросить, про грипп. Что было посоветово? Не поняла. Прививку от гриппа. Можно получать? А, да, гриппа или нет? Вакцинацию от гриппа мы должны получить после вакцины ковида с перерывом один месяц. Хотя в Минздраве говорили, в один день можно в разные руки, но, коллеги, иммунология, иммунитет, иммунная система человека – это очень сложнейший механизм, очень сложная система. Поэтому постиммунологи официально говорят, через месяц надо получить любые вакцины с месячным перерывом. Это имейте в виду своим родственникам тоже, скажите. Это то, что ты еще не болел, ну, запросто, простудами какие-то, да? Ну, то есть вы рекомендуете, что все-таки и ваши пациенты, они тоже должны быть вакцинированы и от гриппа, и от, по возможности, при наличии показаний от ковида. Да, по тихоньку пойдемте, да? Доктория была РАК, выжила и активно начала работать именно, вот, создала движение «Волонтерская Эмпера». Вот, и вокруг нее она в свое время тоже была создателем клуба «Ротари». Мы, будучи с женами клуба «Ротари», потом уже возрождение, мы вокруг нее собрались, поддерживая. У нее вот такой проект родился, и мы хотим вам вручили эту книгу, чтобы она была вашей настольной книгой, чтобы вы понимали, что вы не одни, вот, и пусть она вам поможет, и на этот росточек, да, подсвежник.